Прийти на выборы приглашала, кажется, и сама весенняя погода. Шли семьями и поодиночку, шли с хорошим настроением в большинстве, шли для того, чтобы выразить свою волю, поскольку каждый понимает, что от выбора одного человека зависит будущее всех нас, белорусов. С таким же пониманием и настроением встречали на всех избирательных участках. Все готово и все готовы. Глава региона Константин Сумар в числе первых проголосовавших. Личный выбор осознанный, продуманный. Мне неоднозначны выборы для того, чтобы выбирать, а не бороться с ними. Выборы, они и называются выборами, что есть выборы у любого гражданина нашей республики, в нашей области, за кого голосовать. Думаю, что, конечно же, надо голосовать за тех людей, я сегодня проголосовал, которые что-то делают в это время, которые, есть такая профессия, ничего не делание есть. Вот те, которые борются, посмотришь на их биографии, смотришь, нигде не работают. Что-то закончил, но потом все так, ничего не делал, не называя его. И другие кандидаты, депутаты, которые то ли это токар, то ли учитель, то ли врач, то ли руководитель предприятия. Тут, конечно, с доверием относятся к этому. И можно безошибочно за его голосовать, потому что он уже сделал что-то со своим коллективом, сам как руководитель, сам как специалист. Поэтому я думаю, что наши люди очень такие, ну, по жизни толерантные, и не знают, что именно голосовать надо за того, который что-то на свете, на этой земле сделал. Вот за это. Не бороться, а дело делается. Конечно, с кем бороться. Действительно, с кем и зачем бороться, ни к чему доброму. Войны и конфликты не приводят. Мнение всех респондентов, события в Украине на слуху. А потому и обоснование у многих. Нужно выбирать тех, кто сделает Беларусь сильной. Вспоминают и Отечественную войну, и трудные послевоенные годы, и голосуют за мирное будущее. Каждый после событий в Украине, наверное, каждый еще раз осмыслил, где мы живем, как мы живем, какая у нас обстановка, что у нас, так сказать, происходит, как и депутаты местных советов, как и наши парламентарии, как и правительство, и президент, сколько внимания уделяют безопасности, в первую очередь, повышению благосостояния народа. И то, что в Украине, это, конечно, ужасно. И вот эти факты свидетельствуют о том, что где родился, там и пригодился. Живу в Беларуси, и ты мганаруся. Я помню еще своих родителей, когда раньше было в 1953 году где-то, то они вставали и выборы начинали в 6 часов. Вот они в 6 часов все бежали в соседнюю деревню, проголосовали. И, правда, мы, дети, еще не знали, что такое. Голосуют да голосуют. Праздник да праздник. Да, праздник да праздник. Поэтому для меня это всегда было, если будет, обязательно отдать долг. А в пограничной части имени Дзержинского все по военному строгу, но тем не менее по военному празднично. Военнослужащие, не успевшие проголосовать досрочно, голосуют в день выборов. В первую очередь это гражданский долг, так сказать, отстать свою гражданскую позицию, потому что считают, что каждый человек должен принять участие в выборах, потому что, может быть, именно от его голоса будет зависеть будущее нашей страны в дальнейшем. От наших слов, выбора, зависит все будущее. Так как если ничего не делать для будущего, то нормального будущего не будет. И, может быть, совсем будет наперекор то, что ты даже не запланировал. У военных все четко – пришел, проголосовал, все в соответствии с Конституцией. Никаких вольностей не позволяют допустить наблюдатели. Да и сами военнослужащие знают, для чего и за кого голосуют. Но специфика избирательного участка – военная, а потому и правила особые. Высокая самосознательность, активная жизненная позиция выражается сегодня в том, что пограничник, зная, что в любой момент он готов выступить на охрану государственной границы, активно действовать в любых условиях обстановки, провел свою активную позицию тем, что пришел на выборы сегодня и приходил в эти дни, с 18 марта на досрочное голосование. Специфика службы обуславливает то, что, конечно, достаточно большое количество военнослужащих проголосовало досрочно. Претензий абсолютно никаких. Организованы самым высоким уровнем подготовка и предварительного голосования. И сегодня все происходит в спокойной, дружелюбной, с хорошим настроением в обстановке, что придает настроение и самому себе. Честно говоря, мне очень приятно и представлять, и присутствовать в этом мероприятии, в этой части. А все проходит в рамках закона? Однозначно. Я смотрю, как работает председатель комиссии избирательной, член избирательной комиссии. Все очень скрупулезно. Все согласно Конституции, согласно избирательного кодекса. Что примечательно, к полудню голосование в пограничной группе было стопроцентным, а потому нашей съемочной группе удалось попасть и на подсчет бюллетеней. А вот на участке для голосования в деревне Клейники все в это время было в самом разгаре. Праздник чувствовался во всем. Прекрасно оформленный зал для голосования, не менее интересно подготовленная концертная программа. Люди, проголосовав с участка уходить, не спешили. Нормально проходят, музыка, там ларок работает, люди идут, праздник на улице. А что вас привело на выборы? Я к чему привело, надо какого-то депутата на улице своей иметь. Какого-то или все-таки хорошего? Хорошего, хорошего. Вот там новостройка, дорога плохая, надо, чтобы дорогу сделали. Люди настолько обязаны, чувствуют себя обязанными прийти на участки для голосования, что прямо даже и не верится иногда, что настолько высока ответственность гражданская у людей. Удалось нашей съемочной группе в деревне Клейники принять участие в голосовании на дому у старожилов села семейной чите Семеновых. Выбор Ольга Сергеевна и Лев Семенович продумали, а потому, долго не думая, поставили свои подписи за любимого кандидата. Ольга Сергеевна призналась, что хочет дожить до президентских выборов. Очень, очень любим его. Всегда смотрят муж, всегда смотрят его. Как он говорит, он все правильно говорит. Может, молодежь знает, что не нравится молодежи, но как бы мы прожили это все, а да, знаем. Хороший батька. Хороший. Спасибо. Уже лучшего не надо. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Спасибо.